МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Действительные изменения. В Чебоксарах продолжается капитальный ремонт автомобильных дорог. Готовность номер один в новом учебном году должна открыть свои двери Чебоксарская средняя школа номер один. Покинули родные пенаты. В Чебоксарах птенцов-соколят выпустили на волю. Дороги становятся все безопаснее и качественнее в рамках приоритетного проекта. Только в столице республики планируют отремонтировать порядка 30 километров проезжей части. Работы выполнены более чем на 60%. Какие технологии применяют подрядчики и как общественная комиссия принимает новые дороги. Подробности в нашем материале. Лыжи-роллеры на проезжей части горожан уже перестали удивлять. Этим летом спортсмены помогают заказчикам проверять качество асфальта. Дорога на улице по 3 Солумумбы приемку прошла. Общественные активисты поставили подрядчикам отличные оценки. В этом году столичные трассы принимают в 5 этапов. Качество асфальта проверяют представители администрации города, общественные активисты и специалисты независимых лабораторий. Мы пригласили профессионалов из Казани на конкурсной основе, которые осуществляют строители контроль за мостом и за всеми дорогами на территории города. Мы также публичные процедуры провели, пригласили всех желающих для этой работы. Сформировалась группа из 19 человек, которая еженедельно, ежедневно проводит эту работу. Тотальный контроль на дисциплине подрядчиков отразился. Уже были примеры, когда дорожникам приходилось устранять недоработки. Для каждого участка разрабатывают рецепты ремонта. На улице Гузовского сняли полностью старый слой асфальта. Из этого материала на заводе готовят новую смесь. Прочность проезжей части увеличилась в разы. Мы же сделали проект каждой дороги, применили технологию. Где-то горячее рециклирование, где-то холодное, где-то было достаточно просто верхнего слоя асфальта, там, где есть хорошее основание. Это мы делали выемки, по 3-4 выемки, где-то 2 выемки. Делали с каждой дороги, отвозили в лабораторию, консультировались. На улице Гагарина ремонт дороги начался недавно. Фронт работ большой. Подрядчикам предстоит расширить проезжую часть и перекрестки, перенести столбы, заменить бордюры. Вообще, отмечает глава администрации города, при разработке плана ремонта дорог особое внимание было уделено увеличению пропускной способности. В сторону рынка, если двигаться, там как-то передвинется. Там тоже расширяем этот проезд. Сегодня там вообще очень сложный стал. От улицы Петрова до Ленина, вот этот остановочный павильон расширяем. В этом году только на ремонт дорог в столице было выделено более 700 миллионов рублей. Такие средства чебоксары получили впервые. Вижу, как идут работы, вижу, что город развернул на всех объектах, идет быстрее графика, поэтому сегодняшняя поездка в первую очередь показала, что готовность подрядчиков, выбор технологии и самое главное, что есть контрольные мероприятия, которые вселяют надежду, что дороги будут служить долгие-долгие годы. Этим летом в столице республики развернулась грандиозная кампания по ремонту центральных трасс. В следующем году городские власти намерены реконструировать второстепенные дороги и дворовые проезды. В следующем году в рамках приоритетного проекта на ремонт дорог и дворовых проездов заложат порядка миллиарда рублей. Планы сейчас первоочередные на 2018 год составить перечень дорог, определиться по объемам финансовым и самое главное подойти к концу года с проектами, чтобы можно было в первом квартале отторговаться. Не забудут и о дворах. В планы на ближайшие годы десятки адресов. Предстоит отремонтировать не только проезжую часть, но и благоустроить парковочные места, тротуары и детские площадки. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. Страсти по маршруткам. Так можно назвать публичные слушания по изменениям в работе Чебоксарского транспорта. Мы уже неоднократно говорили, что согласно новой транспортной схеме с городских улиц должны исчезнуть ряд маршруток и автобусов. Мнение жителей и доводы разработчиков слушала Ольга Пырочкина. О публичных слушаниях объявили буквально за день. Однако людей пришло столько, что пришлось стоять в проходах. К сотрудникам Петербургского проектного института транспортной инфраструктуры, который разрабатывал новую транспортную схему для столицы Чувашии, у жителей множество вопросов. Больше всего они опасаются, что в попытке избавить город от пробок и разгрузить дорожную сеть будет разрушена уже сложившаяся система перевозок, которая учитывает интересы всех микрорайонов. Один из споров вокруг маршрута номер 65. В список закрывающихся попали и такие популярные, как 60, 60К, 49, 48 и 56 маршрутки. Жительница микрорайона Финская долина Елена не понимает, как будет выезжать в город, если их отменят. Это два маршрута, которые на сегодняшний день осуществляют перевозку из Финской долины людей в северо-западный район, в ново-южный район. По всему следованию маршрута есть учебные заведения. К 56 маршруту могу сказать, что с Финской долины и из юго-западного района на сегодняшний день это единственный маршрут, который довозит людей до Гладкова. На Гладково находится огромный больничный комплекс. Специалисты отвечают, все на основе расчетов. Если маршрут отменяют, значит у него есть дублеры. Если посмотреть 48 маршрут, то 48 маршрут проходит по улицам, являющимся опорной сетью городской уличной дорожной сети с большим количеством маршрутов городского пассажирского транспорта. Это улица Гражданская, в том числе 9 маршрутов, 9 маршрутов, в том числе 2 троллейбусных. Улица Никольского, 9 маршрутов, в том числе 3 троллейбусных. Сейчас модернизация транспортных схем идет в 38 городах страны в рамках программы безопасной и качественной дороги. Правда, не везде попытки преобразования встречают такое сопротивление. Жалобами и обращениями чебоксарцы завалили не только приемные городских депутатов, но и общероссийское объединение пассажиров. Его представитель экстренно приехал на публичное слушание. Чебоксары долгое время уже являются примером по своей транспортной инфраструктуре. И сейчас опросы были на сайте города, то, что довольны ли транспортом. 80% довольны. Тогда возникает вопрос, а нужны ли вообще изменения. Нужно найти какое-то компромиссное решение. И опять же, это мнение надо спрашивать у жителей. Они каждый день ездят. Ситуация на контроле у Минстроя России отметила представитель общероссийского объединения пассажиров. Что касается публичных слушаний, то в этот раз конструктивного диалога не получилось. Вопросов пока больше, чем ответов. А значит, впереди серьезная работа, чтобы найти компромисс. Ольга Пырычкина, Арена Гавилян, Республика. 1 сентября новый учебный год должен начаться в средней школе номер один в Чебоксарах. Эта школа на улице Гладково построена по федеральной программе, согласно которой российский бюджет оплачивает 70%. Остальное – бюджеты субъектов. Ее возведение началось полтора года назад. Строительные работы закончились весной. Оставалось только благоустроить территорию. Но оказалось, что к обещанному сроку многое сделать не успели. С подробностями Татьяна Молокова. Акт о сдаче школы был подписан на этой неделе. Но к готовности объекта есть много вопросов. В списке недоделок 25 пунктов. И все они должны быть исправлены. К 1 августа. Основные претензии к стадиону. На прошлой неделе площадку здесь залили бетоном. Но он застыл неровно. Пришлось переделывать. Генеральный подрядчик и представитель надзорной организации обещают, что на следующей неделе здесь уже будет уложен асфальт. И начнется монтаж резиновой дорожки. Асфальт пока положим. Неделю надо выдержать, потому что вот сам застыл асфальт. 21 июля. До конца. 1 сентября должны войти дети в школу. До этого учебное заведение должно получить лицензию. Я правильно говорю? Ну, вообще все эти обязательства должны до первого августа сделать. Как утверждает подрядчик, работы на стадионе не начали вести только несколько дней назад, когда установилась теплая погода. От проливных ливней здесь лужат до сих пор. До 1 августа надо исправить недоделки и спортзали. Сетки должны, да, выйти? Есть сетки? А радиатор, что не закрываете? Радиатор, что не закрываете? Мы по другому делу решили не по проекту, а побольше защитить. Нет, ну вы захочу, это вы же не делаете. Мы доказали, все. Много работы осталось еще в мастерских. Здесь надо отцикливать деревянный пол, покрасить стены, установить оборудование. По словам представителя генерального подрядчика Сергея Лаврентьева, сделать это они пока не могут. Полы сырые, дерево должно просохнуть. Но в любом случае, через неделю здесь все будет готово, уверяет Сергей Лаврентьев в комиссию во главе с председателем Кабинета Министров. Все у вас на следующей неделе, да? Зайд с ним приехали. Генеральный подрядчик ищет оправдание срыву графика. Есть замечания, которые переделываем. Получилось. Первое, наверное, недостаточно грамотная организация работы как генподрядчика. Второе, это все-таки объект строился в сжатые сроки. Очень много видов работы сейчас нам приходится переделывать. И есть проектные изменения, которые тоже в ходе проверки, в ходе инспектирования разных инспектировщиков организаций, у них новые требования, нам приходится переделывать. Между тем, в арбитражном суде Чуваши рассматривается дело о банкротстве строительной компании. На некоторые работы Алза привлекла субподрядчиков, и они жалуются, что с ними никак не рассчитаются. Есть такая, полностью не рассчитались еще. И с нами полностью рассчитались, и мы с подрядчиками полностью не рассчитались еще. Он вообще говорит, что бюджет по средствам перевел? Не вся сумма. Строительство этой школы обошлось почти в 700 миллионов рублей. Средства, которые предусмотрены по проекту, вовремя ушли генеральному подрядчику. Ситуация напряженная. Обязательно подрядчик свои обязательства вовремя не выполнил. Соответственно, сейчас работает и город, и Минстрой в форс-мажорных обстоятельствах, чтобы мы в эти 10 дней уложились. К 1 августа на объекте надо не только завершить строительные работы и благоустроить территорию, но и получить лицензию. А для этого пожарные, Роспотребнадзор и другие организации должны успеть проверить готовность школы к новому учебному году. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Нет места милее родного дома. Эту поговорку знают все. Вот только жители дома номер 86 по улице Константина Иванова в Чебоксарах с ней не согласны. В чем причина? Далее. Тараканы, крысы, паучки и даже слизни. Это не живой уголок. Это реальные обитатели дома номер 86 по улице Константина Иванова. Вместе с жильцами они живут здесь почти на равных правах. В моей комнате очень много тараканов. Там вообще очень много. Когда он спит, он по нему не ходит прям. Травишь, травишь, мы травим вот это ежа. Яичный желток и борная кислота. Мы ее сами уже с вами селом даже на кухне разложили. Все равно невозможно. На весь дом, а это 40 комнат, один душ на первом этаже. Но мыться там очень неприятно. На всех стенах плесень. А в коридор зимой жильцам и не выйти. Температура, по их ощущениям, почти как на улице. Эльвира Паева живет в этом доме более 20 лет. И до сих пор не знает, кому обратиться за помощью. Проблемы в плане антисанитарии начались у нас с момента, как стала у нас управляющая организация ООО «НИДИ». Это значит с 1 августа 2014 года. Поскольку они у нас убрали уборщицу с этажей, оставили ей территорию для уборки только под лестничный пролет. Жители хотят, чтобы их дом признали аварийным. В подобных вопросах инициатива должна исходить от них самих. Сначала жильцам нужно заказать все необходимые экспертизы, а уже потом пакет документов подавать в специальную комиссию. Жители дома говорят, что отправляли письмо в управляющую компанию. Но не получив удовлетворительного ответа, решили обратиться на телевидение. Мы здесь проживаем со своей семьей. Нам очень тесно. Мой маленький ребенок здесь спит. Мы диван расстеливаем, здесь спим. А чтобы мы-то трое можем мыться на первом этаже. А маленького приходится в ванну затаскивать, таскать в комнату воды и мыть его тоже очень неудобно. Хотелось бы, чтобы условия были получше. В столичной администрации создана специальная комиссия, которая решает подобные вопросы. Оказалось, что с такой просьбой жильцы уже обращались три года назад. И вот что нам ответили в столичной администрации. Дом номер 86 по улице Константина Иванова не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. 11 февраля 2014 года проведено обследование межведомственной комиссии указанного дома, по результатам которого признано необходимым и возможным проведение капитального ремонта общего имущества указанного дома. За все это время за капитальный ремонт жильцы дома платили исправно. Вот только они говорят, что самого ремонта не видели. Хотя в жилфонде Чувашии другого мнения. В 2015 году в доме номер 86 по улице Константина Иванова были выполнены следующие виды работ капитального ремонта. Это капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Также в рамках этой программы капитального ремонта долгосрочной запланированы капитальный ремонт систем отопления и крыши на 2028 год и ремонт фасада на 2040 год. И в центре гигиены считают, что дом в таком плачевном состоянии по вине жильцов. Вы хотите сказать, что жильцы сами виноваты в таком состоянии? Да, вы сложите ситуацию. Да, хотите сказать? Собственник, да. Собственник, да. Вы же сам должен ремонтировать? Собственник, да, сам должен ремонтировать. И жилье совсем не считается варьином? Вопрос об аварийности решает администрация. Глядя на этот дом, можно сделать только один вывод. Жить здесь невозможно. И у жильцов есть выход. Им снова нужно собрать подписи и все нужные документы для того, чтобы еще раз пригласить комиссию на повторное исследование. Прошло три года. Если они в 2013-2014 году обращались, все достаточно большое произошло. В этот период могли какие-то пройти уже изменения в техническое состояние дома. Какие-то могут появиться дополнительные деформации, которые и могут уже послужить основанием для признания дома аварийным. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Всегда выбирается самый трудный путь. На нем вы не встретите конкурентов. Эти слова принадлежат экс-президенту Франции, известному политику Шарле де Голю. Но в современной жизни избежать конкуренции почти невозможно. И не нужно, потому что постоянное соперничество компаний держит их в тонусе, способствует росту инноваций и улучшает качество товаров и услуг. Сегодня в антимонопольной службе прошла пресс-конференция по итогам работы первого полугодия. Чаще всего юридические и физические лица жалуются в службу на ресурсоснабжающие компании, органы государственной власти и местного самоуправления. Руководитель Чувашского УФАС Вячеслав Борисов рассказал о нескольких характерных для службы делах. Так было рассмотрено обращение физического лица о плате за присоединение к электрическим сетям, которое в десятки раз превышало установленную законодательством в 550 рублей. Оказалось, со стороны сетевой компании счет был выставлен по индивидуальному тарифу. Тогда компания получила предупреждение и почти сразу его исполнила, но решила оспорить его в суде. Суд встал на сторону антимонопольной службы. В компетенции службы находится и контроль за рекламной деятельностью. За последние полгода участились жалобы от жителей города и представителей религиозных конфессий на неэтичность ряда рекламных баннеров, из-за чего в Совет экспертной комиссии было решено включить представителей православной и мусульманской церквей. В последние годы с принятием четвертого антимонопольного пакета, как уже я не раз говорил, основной крен работы антимонопольных органов перешел с пресекательного контроля, то есть когда выявляются нарушения и привлекаются к ответственности, к предупредительному контролю. А после конференции состоялось открытое заседание по делу спецавтохозяйства. Напомним, что непростая ситуация с ценами на вывоз твердых бытовых отходов в Чебоксарах возникла в феврале 2017 года, когда с открытием нового полигона стоимость услуг увеличилась более чем в два раза. Государство не регулирует этот тариф, а специалисты Государственной службы Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам и компании спецавтохозяйства не могут прийти к единому мнению. Первые заявляют, что цена 340 рублей за один кубометр является достаточной, вторые настаивают на цене в 500 рублей. Из-за необходимости в дополнительной информации и документах рассмотрения дела перенесли на 24 августа. Мария Леончик, Сергей Адушкин, Республика. В выходные свой профессиональный праздник отмечают работники торговли и общественного питания. Сегодня в этой сфере в Республике заняты более 50 тысяч человек. Именно они кормят нас в кафе и ресторанах, предлагают огромное количество необходимых товаров. Древнее ремесло торговли объединяет людей. Заслуженные благодарности получили те, кто отдает любимому делу всю свою душу. Я работаю в Калининском райпо 79-го года. За это время многое поменялось в жизни. Конечно, и дефицитное время было, и разное бывало. Но сейчас, в данное время, конечно, товаров разных товаров есть много. Но покупателям больше всего нравится, чтобы их приветливо встречали и приветливо проводили. У нас девиз – покупатели встречать улыбчиво и провождать, чтобы еще раз приходить. И спасибо большое за покупку. Торговля – это, пожалуй, самая динамично развивающая отрасль экономики. Только в этом году открыто и реконструировано 170 объектов торговли и питания. Особый упор правительство республики делает на производство местной продукции – экологически чистой. Биопродукт – это гарантия качества и хорошего здоровья. Поэтому все больше людей делает выбор в пользу местных сельхозтоваропроизводителей. Розничный оборот постоянно растет. В этой сфере, как в никакой другой, создаются новые рабочие места. В Ибресих, наконец, появилась чистая вода. Около 8 тысяч жителей долгое время мерялись тем, что вода в их кранах была непригодна для использования. Наша съемочная группа выезжала в район, чтобы разобраться в ситуации. И вот хорошая новость – вода в кране стала прозрачной и пригодной для использования. Об этом жители написали в социальных сетях. Водичка чистая пошла. Спасибо всем, кто боролся, старался, исправлял ситуацию. Как сказал директор водоканала, резервуары были почищены и промыты. Спасибо всем, кто принял в этом участие, в том числе из телевидения. Мы продолжим следить за развитием ситуации. В Чубаксарах на территории ТЭЦ-2 провели операцию по спасению птенцов-соколят. Их обнаружили при демонтаже дымовой трубы. Как чувствуют себя спасенные и какова дальнейшая судьба птенцов – смотрите далее. Работники ТЭЦ-2 уже давно наблюдали, как над их территорией, между градирнями и полуснесенной дымовой трубой, летают соколы. Но о том, что в недрах старой дымовой трубы они соорудили себе жилье, узнали совсем недавно. Лишь приступив к последнему этапу сноса дымовой трубы, рабочие обнаружили, что они здесь не одни. При осуществлении допуска специализированной организации по демонтажу данной трубы, нам было обнаружено, что внутри ствола дымовой трубы разместились соколы, оборудовали там, так скажем, свое гнездо. И за тот период подготовительного времени успели вылупиться птенчики. Спасательная операция длилась около трех часов. Соколы, видимо, улетевшие в поисках пищи, оставили своих птенцов в нише трубы. Скалолазы смогли подобраться к ним лишь через три часа попыток. Эти два соколенка родились в рубашке, говорит орнитолог. Еще недели они могли бы погибнуть, так как их гнездо находится в 50 метрах от земли. Нередки случаи, когда птенцы, достигая определенного возраста, пытаются выбраться из гнезда и падают на землю. Дальше дело случая. Можно сказать, что это самый обычный вид соколов на территории Чувашии. И единственный вид, который приспособился жить в городах. То есть он занимает вот такие вот различные ниши в строениях. Эти птенцы уже довольно взрослые, им примерно около месяца. И примерно через неделю, самое большее через 10 дней, они уже будут готовы к полету. Когда герой-спасатель передал птицу в руки к опекунам, взволнованные зрители выдохнули. Для того, чтобы родители отыскали птенцов как можно скорее, их поместили на крышу двухэтажного здания на территории ТЭЦ-2. Ну а пока родители малюток не нашли, сотрудники организации пообещали сами их кормить. Сабина Вишневская, Александр Петров, Республика. Дипломы о высшем образовании получили будущие государственные и муниципальные служащие. И те, для кого учеба в престижном вузе стала возможностью получить второе высшее образование. Репортаж об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. Хороших выходных. С момента своего открытия с 1999 года Чебоксарский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при президенте России готовит высококвалифицированных специалистов в сфере государственного и муниципального управления, экономики, менеджмента, управления закупками. Это единственный вуз Чувашии, специализирующийся не только на профессиональной подготовке, но и на переподготовке и повышении квалификации. Долгожданные дипломы в июле этого года получили 146 выпускников Академии. Часть из них уже работают в сфере государственного и муниципального управления и прекрасно понимают степень своей ответственности. Работодатели тщательно отбирают претендентов на должности. Это практически государственные и муниципальные службы. Перебираем, конкурс объявляем. В отдельных случаях до 15 человек предоставляют на разные конкурсы. В отдельных случаях на отдельные должности очень сложно подбираем кандидатуру. Глава Чувашии призвал вчерашних студентов быть амбициозными и с молодости выстраивать свою карьеру. Чтобы стать управленцем высокого класса понадобится года. Сегодня филиал является достаточно динамично развивающимся учебным заведением. И, безусловно, ресурс этого развития – это поддержка со стороны органов власти. Безусловно, в лице главы Чувашской республики, в лице администрации главы республики, правильные кабинеты министров, муниципалитетов, с которыми у нас очень тесные рабочие отношения. Диплом – это еще не открытая дверь в успешное будущее, но хорошая, прочная основа. Благодаря полученным знаниям, выпускникам будет легче выстраивать свой трудовой путь. В дальнейшем я хочу посвятить свою жизнь развитию спорту, а именно студенческому спорту, массовому спорту. Академия открывает для нас огромные возможности, такие как различные поездки на всероссийские мероприятия студенческие, а также поездки в Москву для обмена опытом, так как мы являемся филиалом московского вуза. Своей дорогой я выбрала молодежную политику. Сейчас я на стажировке в администрации города Чебоксары и в дальнейшем планирую работать в отделе молодежи администрации города. Благодаря именно академии я смогла найти друзей, найти много талантливых людей, с которыми буду работать дальше. Процент трудоустройства выпускников давно уже стал одним из основных критериев при определении рейтинга любого высшего учебного учреждения. В Чебоксарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации эта цифра доходит до 70.